О, дошло. Блин, ненавижу эти первые минуты в прямом эфире, когда еще нет людей, типа, повещение идет, и с таким тупым лицом смотришь. Так, ну что, всем чао-какао, нигао, хеллоу. Привет. Так, Зида 89, привет. Эдор, здравствуйте, здрасте. Поли Пол, привет. О, кстати, прикольно, Поли Пол. Так. Татья, Олег, Саня. Здрасте, здрасте, здрасте всем. Привет. Ты красотка, спасибо большое. Так, сколько набрали во время беременности? 14 килограмм у меня было во время беременности, но я прям 8 оставила в роддоме. Наконец-то много эфиров, спасибо. Так, да, я 8 прям в роддоме оставила, почему меня так это удивило, думаю, ничего себе. Думаю, вот это, да, просто так приятно глазам это было. Будешь волосы выкладывать? Да, конечно. Правда, у меня сегодня не очень волосы, объясню почему. Потому что у меня есть любимый шампунь, короче, он стоит там, самый обычный, который продается в самом обычном магазине, как это называется, там, в любом береге, где хотите, короче. Гарнье, ой, нет. Да, нет. Я не помню, я уже выкинула эту бумагу. Понимаешь, Гарнье, просто по упаковке помню, оливковое такое, значит, получается оливковый шампунь и оливковый бальзам. Боже мой, да после этого шампуня даже бальзамом можно не пользоваться. Я сейчас, короче, взяла, сделала себе аквадепр... Ну, у меня шампунь аквадеприма есть дорогой, но он, правда, мужской. Я, короче, нанесла его, и плюс аквадепримовский бальзам. Волосы просто как будто, как объяснить, как солома жесткая вообще, прям ужасно. Тимотей, может, Тимотей, я не помню. Сейчас скажу. Давайте посмотрим, короче. А, подожди, а, нет, у меня же еще чуть-чуть бальзам там в другом месте. Правильно говорю, Гарнье, Гарнье, Гарнье зеленый, офигенный, просто офигенный, мне он так нравится. После него даже можно бальзамом не пользоваться, потому что очень волосы прям шелковистые. А вот сейчас я даже не знала, что у меня такие сухие волосы могут быть, я просто им уже... Да, Гарнир, оливковый праль, я даже не знала, что после него, ну, что могут быть и такие вот сухие вот волосы. Это ужас просто. Как будто... Да, моя любимая. Банан нашла ты, да? Да? Да, молодец. Так. Привет. Покажи, пожалуйста, бальзам. Сейчас покажу. Да он самый обычный, вы его по-любому знаете, и ты еще раз видели прям. Так. Так. Вот он, самый обычный, видите? Самый обычный, офигенный вообще бальзам и шампунь. Там такой шампунь, что можно и бальзамом особо не пользоваться. Нет, мамочка, сейчас я здесь сижу. Мама! Тебе тоже так сделаю? Хочешь, я тебе так же сделаю? Давайте на другой стопчик сядешь, а я тебе так же сделаю. Хорошо? Садись сюда. На, вот здесь играй. Вот здесь. А мамочка здесь сядет, хорошо? Молодец, моя умочка. Давай, иди. Умничка моя, бусинка моя. Так. Так, 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 так. Что мы тут писали? Так, у меня сейчас такой. У меня сейчас такой. Что, нравится вам? Кстати, вот кто пробовал? Сон супер, я пользовалась. Накрашенный блонд великолепный. Ну, я не знаю, что в нем такого, но он реально очень классный. Он прям очень увлажняет волосы. Я в восторге. Так, ты спала хоть так, как себя чувствуешь? Ты, кстати, после того, как меня надавила на лицо, намажешь на ночь болтушкой циндо, называется, и красоту все быстро снимет. А я так надавила вот здесь, там ничего не было. Я так давила, что, представляете, там ничего не было, я ей синяк поставила. Я просто, вот видите, я просто в шоке. И мне, короче, многие девчонки написали сегодня, что, типа, полнолуние или что-то такое, что многие не спали. Так что я не одна такая, я два дня же не спала. Нет, сегодня я уснула часов в 12 и где-то в 4 уже встала. Так. Сколько дочи годиков? Моей доченьке 2,5 года. Так, привет из Абхазии. Абхазия, привет, Камарчёва. Так. Еще из затмения, вот. Я, видимо, очень чувствительная. Кстати, никогда в жизни не знала, я как бабка, что теперь реагирую на погоду. Скоро у меня, что, колено начнет болеть за 3 дня до ветра. Я не понимаю, что с ума происходит. Я не хочу стареть. Мам! Таточка, как часто ты моешь волосы? Я свои каждый день мою. Так достала. Ой, я свои каждый день не мою. Хотя было бы круто мыть каждый день, просто, если честно, мне лень. Но у меня волосы вообще не пачкаются. В принципе, долго. Я каждые 2 дня мою. Просто их, в принципе, долго очень все укладывать. Но иногда можно помыть только чоку. Так, как относишься к тому, что вернулся Валера на Дом-20? Слушайте, ну как я могу относиться? Прекрасно. Пускай он там сидит лет еще 10 или 15. Тадай. Что ты? Ой, ничего себе, ты что сделал? Ой, слушайте, скачайте такую игру. Ну, сейчас Бетя другую игру играет. Короче, я, кому интересно, выставлю сторис. Скачала офигенную игру. По-моему, 300 рублей я за нее заплатила. В чем заключается смысл этой игры? Там в Apple Store прям. Короче, там алфавит. И, например, на каждую букву, да, есть определенные слова. И когда-то, получается, слова слогами. И ребенок там с разной буковки бегает. И ребенок должен поймать вот эти буковки и вставить их в правильную коробочку. То есть по слогам. И потом, когда он какой-то определенный слог правильно собирает, ему как бы дается некоторые пазлы от этого слова. То есть от этой картинки. И он, типа, сначала буковки ищет, а потом должен еще пазлы собрать. Допустим, там это бабочка, да. Она нашла букву Б, нашла букву А. То есть один слог БА. И фигарки ей там крылышки, типа, дали. Потом она нашла еще БО. И такая собрала все. И потом еще какие-то там кружочки ей дают, типа, вот эти вставлять в крылышки. Ну, короче, прикольная игра. Она теперь в нее рубится. Вот. Я тоже не спала. Вот видите, много кто не спал. Таточка, передай, пожалуйста, привет Республике Марии Элл. Волжский район. Марии Элл. Передаю вам огромный-огромный привет. Кстати, надо запомнить. Надо запомнить. Потому что когда играешь в города... Хотя нет, это же не город, это уже получается что-то другое. Ну, так. Название игры. Можно сейчас БЭТИ мне просто не даст телефон. Она меня с ума сведет. Она сейчас этот... Там, сейчас у нее какая игра, дай, посмотрим. Сейчас она обезьянку разукрашивает. Так, Старомосколу передай привет. Старомосколу большой привет. Из Баку привет. Баку вам тоже большой привет. Так. Я тоже не спала. Вот видите, как много нас людей не спало. Какая помада на тебе сейчас? На мне сейчас нет помады. Нет никакой помады. Кстати, по поводу моих родинок. Вот, я их часто... Я их, когда тоналкой пользуюсь, я их, наоборот, замазываю. Блин, забываю стереть. Татушек, привет, привет. Татушонок, кукушонок. Так, сколько стоят твои реснички? Около пятеры. Или пятеры, они выходят вниз, сверху. Так, а где ты сейчас находишься? Я сейчас дома. Привет из Тамбова. Тамбов, большой привет. Тата, скажи, пожалуйста, что очень люблю своего мужа, Вове, от Вики. Вова, тебя очень любит твоя жена Вика. Всегда это помни, никогда не забывайся, не всю жизнь. Иду ей в попочку. Так. Привет из Киева. Вы были в Украине? Да, я была в Украине. Правда, было очень много лет назад. Я была в Киеве и была... Ой, нет, в трех местах была. В детстве была в каком-то лагере. По-моему, Бридянская коса или что-то такое. Я, если честно, не помню. Вот. Мне там очень понравилось. Потом я уже ездила в более взрослом возрасте, лет 17, наверное, ездила. У меня брат женился. Мы поехали в Киев и в Кременчук. Она потому что его невеста была из Кременчука. Вот. Привет, Анна. Эх, Дигарян. Так, передай привет. Привет из Краснодара. Краснодар, привет. Сколько дочке лет? Моей дочке 2,5 годика. Привет из Харькова. Харьков, няу. Так, все, давайте без городов. Потому что передать вот эти вот приветы, это вообще-то можно целый день. О, привет. Ростов, ты меня слышишь? Да! Я не могу так быстро быть на одновременно всех концертах. Давайте один город выберем, типа. Пускай это будет Ростов. Ростов, я с тобой, ты меня слышишь? Мама! Так, тогда покажи фен-щетку. Ой, ну ладно, сейчас покажу. Так, так, так. Вот она самая обычная фен-щетка. Фен-щетка, говорю. Вот такая вот фен-ращеска. Бэби-лис. Она офигенная, просто офигенная. Не, ну конечно, я хочу дайсин себе такой, но вот это тоже офигенная. Сначала вообще нужно научиться пользоваться такой штукой, потому что на самом деле не сразу у всех получается. Так, где мама? Моя мама живет в Китае. Опять, прикиньте, опять с фейсбуком задолбали уже, блин, с паролями. Я как бы в прямой эфир захожу, сразу эта хрень приходит. Так, а там волосы не путаются на этой щетке? Никогда, вообще никогда такого не было у меня. Просто нужно определенно, естественно, там как бы есть определенная своя ширина, да, вот этой щетки. Главное, ну не борщить, не делать больше, чтобы туда волосы не засасывались. Если брать определенное точное количество волос, то будет все четко. У меня никогда в жизни ничего не... Дайсон Стайлер мне нарадует. Блин, я так себе его хочу, очень хочу. У меня этот просто Дайсон обычный фен. Конечно, я его обожаю. Я считаю, что он реально самый крутой фен. Хотя у меня, типа, для этого тоже был профессиональный, но какой-то обычный там профессионал. А этот Дайсон, это, конечно, сказка. Боже, он так волосы быстро засушит. Я вообще так был... Мне так нравится. И, кстати, у Дайсона вообще считаю, что он самый крутой. У меня пылесос Дайсон, это моя самая любимая вещь. Реально. У меня любимые этого Дайсона пылесоса ничего нет. Но, к сожалению, я, прикиньте, мне его бы тусик уронило, и мне надо... Он работает, все равно работает, вот, и мне надо его позвонить, наверное, в службу поддержки или куда-то, я не знаю. Он очень крутой. Вот у меня лучше покупки, наверное, реальные из техники, чем Дайсон фена и чем Дайсон пылесоса, ничего в этой жизни нету. Ну, и из техники именно. Ну, и не говорю про айфон. Так, с кем-нибудь с проекта общаешься? Да, общаюсь с одним мальчиком, его зовут Валерий Блюминкранц. Так, ты красивая стала после проекта, спасибо большое. Так, ты сильно поправилась на праздники? Я поправилась, на самом деле, до праздников, чем на праздники, потому что мой праздник, у меня не было праздника, я решила в этом году Новый год особо не отмечать. Он на гарантии пылесос, да? По-моему, да. Тата, с кем в Вегас летишь? Вот, прикол расскажу. Короче, видимо, я вчера ходила, 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 переживала. Видимо, я, может, чувствовала или что. Короче, моя поездочка на 87... Нет, да, на 87 приблизительно процентов отменяется. Но я даже не верю, что я уже поеду. Конечно, маленький шанс есть, но, походу, уже нет. Поэтому, блин, придется перенести свою поездку на другой месяц. Мне так жалко, я так хотела. Ну, ладно, я хотела все равно взбыть. Теперь уже придет пора, когда с бытусиком поеду. Она как раз свои документики получит, моя маленькая. Так, Дайсон 5 лет гарантия. Ну вот, значит, у меня еще... Молодец! Дай 5. Молодец. Еще раз. Доча красотка. Все, мама, спасибо. Она такая хорошенькая, так рад, что она у меня есть. Так, перечисли города, где была за границей. Ну, так, города я не... Я была, ну, прям не города, но странно сейчас перечислю. Я была в Финляндии, я была в Швеции, я была в Швейцарии, я была в Италии, я была в Дубае, я была во Франции, естественно. Я была в Америке, я была в Малайзии, я была в Китае. В Китае я вообще выросла, там прожила 12 лет. Где я еще была, сейчас вспомню, в Турции, в Грузии, естественно. Где еще я была... В Италии, как можно при Италии забыть? В Германии я была. Где я еще была... Так, Италия уже сказала, где я еще была? В Турции сказала, в Малайзии сказала, в Таиланде я была, естественно. Где я? А, на Мальдивах я была, на Сейшелах я была, как можно сказать. Что-то я забыла даже, где я была. Ну, я много где была, в принципе. На самом деле, так прикольно, я так благодарна, боженьки, что... А, в Монако. Ну, в Монако я еще была, прикиньте. Так, я много где была, кстати. В этом плане мне повезло. В Армении была, да. А, в Изобожане была, в Грузии была. Где еще была сейчас? В Коломбе была. На Шри-Ланках была. Где я еще была? Блин, где-то еще я была, по-любому. А, на Украине была. Нет, ну еще какие-то такие другие страны. Не наши вот эти вот. В Белоруссии тоже была. Но это как-то я даже не считаю. Сейчас, там, Грузию, Армению, Белоруссию. Так, как бы, все-таки с нами рядом. Можно и не считать, наверное. И Украину. Так, ладно. Что? И не боишься летать? Нет, я, если честно, обожаю летать. Я очень люблю летать с самого детства. Дагестан не была, кстати, и в Дагестане не была. Но это, в любом случае, Россия. Так, Китай, да, я уже сказала. Ой, Бусинка, что ты делаешь? Где рябина, мамочка? Где рябина? Да. Вот рябина. Вот она. Нет, это голубик. Как ты не узнала голубику? Ты же лупишь. Правильно. Молодец. Молодец, голубик. Узнал. Земляника где? Какого цвета земляника? Вот она. Вот, молодец. Где она? Молодец. Так, ну, где самый крутой отдых был? Блин, я не знаю. Везде, наверное, был такой. Нет, нет, нет. Ну, самый крутой был отдых на Сейшелах. А, как это? Я не знаю, где самый крутой отдых. Где самый крутой отдых? Самый крутой отдых у меня был на Сейшелах. Я так релакснула, что даже никогда еще так не резервировала. Это прикол. Так, а во что играют доченьки? Что случилось? Что случилось? Так, что-то потеряла вопрос, подождите. А, в Казахстане вот написали, не была? Да, в Казахстане я тоже, кстати, была. У вас обои кирпичные или камень? Это камень, просто крашеный камень. Да, на Сейшелах релакснула. А там меня сначала спросили, типа, где тебе больше всего понравилось? Где круче всего отдохнуло? Я думаю, блин, где же я реально круче всего отдохнула? И поняла, что все-таки на Сейшелах. На Сейшелах у меня был полный релакс. Так, ты будешь укладку делать в прямом? Блин, на самом деле я хотела сделать укладку, но что-то у меня такие волосы сухие, что не очень хочется. Я могу показать, как челку уложить, в принципе, если кому-то интересно. Так, Тата, ты на какой сейчас фамилии? Ильяна фамилией Блюмин Кранц. Что Бетти любит кушать? Бетти больше всего любит супы. Суп, точнее, с фрикадельками. Это, конечно, ее самый любимый. Еще она очень любит голубику. Обожает. Так, давай показываю, покажи ложечок. Давайте я сейчас много не буду, потому что уже... Хотя нет, мне все равно надо было уложить голову. Сейчас. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Так. Сейчас. Блин, сейчас, короче, возьму только один кусочек. так как это не подготовленного и не резинок ничего нет сейчас неудобненько я в принципе так всегда делаю так давайте вот для примера просто допустим берем вот так до волосы вот какую-то прядь волос за вот вот у меня видите прядь волос перед они уже высохли волосы сейчас я чуть-чуть подмочу потому что они высохли так ужас волосы как тряпка между вам сказал что очень плохой бальзам вот я беру вот этот фен вот этот фен я включаю кнопочку потом когда фен нажимаю он сам крутится видите вот вот он как видите как уже легло все вот она лежит она очень такая живая получается вот очень крутая вещь очень я вообще очень рада что я ну ну когда-то с ней познакомилась научилась ей пользоваться теперь для меня вообще никакая укладка я вообще если раньше там я бежала в салон делать укладки то я понимаю что я себя в тысячу раз лучше уложу чем кто-либо ну кроме я имею ввиду но не прически я имею в этом какие-то красивые такие локоны или что то ну вот именно укладку просто самую обычную укладку очень круто видите как они ложатся вот все и они мне что нравится что получается что волосы они всегда живые то есть если ты выпрямляешь на плой куда-то тупо такой выпрямил и у тебя ну как они не не живые то есть они какие-то сами по себе вот так вот эти они прям вот они играют они такие прям пружинистые вот как бы я не поставил не будут играть . что за марк это baby лист самый обычный он продается я думаю что везде в любом магазине он офигенный просто офигенный так классный правда фен очень классный я вам его советую конечно если у вас есть возможность купить более дорогой фен то конечно лучше же купить дайсон да но если возможности нет тоже конечно купить нет это он тоже очень крутой я ничего не могу сказать конечно дайсон он самый крутой но этот очень классный то есть я им пользуюсь у меня нет дайсона у меня дайсон только самый обычный фен который просто тупо сушит волосы и я прекрасно укладываю свою челку вот этим феном мне очень нравится не только челку вообще все длину и начнем изучать вот такие дела так ты себе реснички наращиваешь да я всегда себе наращиваю низ и вверх вот и поэтому кажется всегда что накрашены мне очень нравится покажите пожалуйста еще раз сейчас покажу куда бы ты хотела в путешествие я хочу полететь на багаму не полететь и потом когда буду в майами поехать на этом на лодке но не на лодке вы поняли короче так еще раз спрашивают по поводу фена вот babyliss видите цена фена но в районе пяти тысяч было несколько лет назад но я думаю что либо также ну дороже точно нет только если дешевле но вообще в районе пятера так она всю длину с ним как укладывать длинный волос ну давайте вам сейчас покажу и бичик привет как дела я так рада что вы уезжает точнее нет я хотела сказать как я рада что выезжать на болит и мне пишут поехали на болит честно говоря я конечно в очередь хотела я просто прикинь какое счастье с вами поехать это какие крутые фотки какие крутые видео блин чёрт я вам завидую так кто-то попросил меня сделать волосы на всю длину ой волосы на всю длину уложить волосы на всю длину точнее прядь одну покажу вам как и длинная она укладывается так возьмем просто распределять все еще конечно же надо так ты в клипе снималась но ты там не очень если честно мне тоже там я не нравились как я выгляжу потому что у меня там отвратительный макияж так слушай моя сестра купил этот новый дайсинг для завивки локонов на ее тяжелых длинных густых волосах не работала не держалась она очень расстроилась 400 евро все-таки так что сначала попробуй да не если мне эта штука покоя то мне так по-любому подойдет так сейчас я вам покажу на всю длину просто вот это сейчас прядь возьму так вот у меня вот так вот я беру вот корней сначала сушим корни вот так вот сушим корни получается у нас объем и потом вот продолжаем вести вот так за чтобы он сам крутился вот так вот видите что если честно у меня волосы высохли мне надо их тушить не надо их намочить еще раз Мне надо их намочить, они у меня прям высохли. Нельзя укладывать на сухие волосы. Потом вот их чуть-чуть вот так оправлю. И вот, видите? Вот. Ну, то есть, сейчас, видите, как получалось, тоже такой немножко объемный волос получается. Но мне, конечно же, если бы они сейчас были у меня мокрые, то вот эта штучка, она у меня, ну, как бы, более красиво бы легла. И надо намочить волосы, чтобы сделать укладку. Походу, мне надо намочить сейчас их опять. Но я это уже потом сделаю без вас. Чтобы я смогла, чтобы я завтра была красивой. Вот, например, сейчас я у нас опять сухую. Вот, видите, вот. Оп, оп, оп. Все. Короче, это достаточно долгий процесс. Ну, хотя, нет, я, в принципе, быстро укладываю волосы. Ну, просто сейчас не хочу в прямом эфире 3 часа стоять. Мне все надо полностью всю голову. Так, молодец, Бусинка, все уровни прошло. Так, не слушай никого. Сухой волос совсем не испортишь. Я тоже так думаю. О, вот девочка пишет. Мне кажется, это фен-находка для коротких волос. Я научилась пользоваться им на длинные волосы. Он укладывает роскошно. Но те, у кого короткие волосы, это просто must have. Прям must, must, must have. Это вообще должно быть у каждой девочки. Потому что это настолько упростит вашу жизнь. Вы себе представить не можете, насколько это вот легко, просто, лаконично, гармонично. Так, в каком клипе ты снималась? Снималась. Я снималась в клипе у Аркадия Думиникяна. Вот. Это сейчас в Армении очень крутой певец популярный. И я у него снималась в клипе. Вот. Я пользуюсь таким постоянно. Вот видишь, круто. Вообще классно. Я так рада, что меня подружка с таким феном познакомила. Лет пять, наверное. Нет. Ну да, уже пять лет. Офигеть время летит. И я очень-очень прям довольна. Так, что за фирма у тебя фена? У меня самый обычный Baby Liss. Он продается в любом магазине. Там, не знаю, что-то у нас есть в М-Видео. Типа Эльдорадо и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому вам советую его приобрести. Вот такие вот дела. Что вам еще рассказать? Короче, ладно. Я вас люблю, целую. Надеюсь, что вам был полезен мой эфир с феном. Вот. Малышка одна в комнате плачет. Нет, ко мне тетя пришла. Сейчас я пойду тоже к ней. Потому что она ненадолго, потом скоро уйдет. И надо с ней... Хочу поболтать, но надо посплетничать. Все. Короче, я вас целую, люблю, обожаю. Спасибо, что вы со мной вообще... А я вчера вообще мало-мало получила. Хотя мне так нравится моя вчерашняя фотка, которую я выставила. Я вас прям прошу, прокомментируйте, поставьте лайки. Мне кажется, я там такая красивая. У меня есть куча фоток, где я намного хуже. А там больше от вас любви ко мне. Короче, все. Я вас целую. Обожаю. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Така.